Амаль шесть тысяч гомельских хлопчиков и девочек все лет останут с первоклассниками. Приемная кампания для их стартовала сенья. У школах и гимназиях областного центра она начала спокойно, без ажиотажу. У одной из научных установ побывала наша здымочная бригада. Сюжет Марины Джалай. На этот раз мое працовное задание супало с властной справой. Треба было подать документы у первокласс на свое дитя. Кабинеты, где принимали заявы от законных представников, пустовали. В администрации кажут, что из раницы все было спокойно. Здравствуйте, Наталья Васильевна. Здравствуйте. Вот в третий раз уже к вам приходим. Снова у нас появился первоклассник. Принесла документы. Проверьте, пожалуйста, все ли в порядке. С документов потребно принести только медицинскую доветку, посвящение об народжении будущего первоклассника и свой пашпорт. На месте написать заяву. Сегодня хвалючий день для многих батьков, которые отдают своих детей у первой класса. И для меня так само, потому что уже мое третье дитя, уверенность не пойдет в школу. И первое, снова в третий раз мы отдали 71-й гимназии, подали документы. Все прошло велими спокойно, охутка и литерально за 10 хвилин. Али одна справа, коли дом, где прописанный будущий першоклассник, территориально относится до установы адвокации, якую брали батьки. Иншая, коли ее жадание, как дитя навыршалось у школе, те гимназии, якая кажучи простыми словами, не по прописцам. Заявы от законных представников администрация оформить. Али даже нюня нияких гаранты, что дитя примуть не дасть. Сегодня первый день, когда родители могли подать заявление для своих детей, которые пойдут в сентябре в первый класс. Расскажите, пожалуйста, как в вашей гимназии прошел первый день вот такой приемной кампании? Сегодня, на конец практически рабочего дня, подано всего 87 заявлений от законных представителей, учащихся, которые не зарегистрированы на нашей территории. Причем 85 из них поданы уже на 10 утра. Какого-то ажиотажа на утро у нас в гимназии не было. Основная масса родителей пришли к без 15,8. В это время мы провели еще раз с ними разъяснительную беседу в актовом зале, пригласив их всех туда, рассказав, что это, каким образом будет проходить прием, кто идет на прием к директору гимназии, кто идет сразу же и подает весь пакет документов одному из администраторов. А сколько было подано заявлений от законных представителей, которые прописаны, ну и дети, соответственно, на территории, закрепленной за гимназией? Вот на сегодняшний момент, на этот момент всего 14 заявлений. Ну скажите, они же обладают, эти родители, первоочередным правом, чтобы их дети ходили именно в эту гимназию. То есть они, соответственно, могут не спешить и подавать свои заявления на протяжении всей вступительной кампании? Абсолютно верно. Родители тех ребят, которые зарегистрированы на территории гимназии, имеют право не спеша, спокойно принести весь пакет документов до 28 августа. Все лето першоклассники, а их будет прикладно 5920, придут на своей первой линейке у 68 школ и гимназий Гомеля. В прошлом году первые классы пришли 5908 учащихся. Поэтому места в учреждениях общего среднего образования имеются, и всех желающих мы заберем. Что касается ажиотажа, который сложился по отдельным учреждениям образования, проанализировав это всего лишь 12 учреждений, в основном это жители не микрорайона, школ, в которые они подавали сегодня заявление. Но буквально к 11 часам никаких очередей, ничего в учреждениях образования не было, и учреждения работают в штатном режиме. Документы у школы и гимназии можно подать до 28-го женивня. Для залечения детей, которые проживают в микрорайоне, замоцованном за школой эти гимназии, это можно сделать в любой рабочий день. Для хлопчика и девочек из других микрорайонов в дни приема граждан к керавницам установы эдукации. Вся необходимая информация есть на сайтах школ и гимназии. А кроме того, до администрации можно записаться на особисти прием. Принаджала Игорь Маришенко, телерадо и компания «Гомель».